Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru Сегодня хочу вам рассказать новинки фирмы Lucky John Это 3D Series BBS Cubira Firetail В данном случае вы видите на своих экранах 7-дюймовый размер Также данная приманка выпускается в размере 9 дюймов А если в сантиметрах, данная приманка 17,5 см Весит она неогруженная 48 грамм И 23 см весит 70 грамм Я взял меньший вариант, так как даже маленькая приманка в принципе довольно-таки объемная Поставляется в такой вот, я бы сказал, огромной коробке Сделано это для того, чтобы она лежала непосредственно в своей индивидуальной нише Для того, чтобы никак не заминался хвостик И для этого понадобилась такая вот коробка Имеется картонная подложка Cubira Firetail На такой вот интересной кирпичной стене Все сделано Обещают нам активную реальную игру Опять-таки 3D Live Series Ну то есть очень и очень много информации Кстати, здесь небольшое какое-то разногласие Наверное придется сейчас перевесить Так как на сайте данная приманка указана в весе 48 грамм На упаковке мы видим 60 грамм И скорее всего в действительности должна соответствовать надписи именно на упаковке Сейчас обязательно это проверим Сзади есть схематическое изображение Как по мнению производителя лучше всего оснащать данную приманку Это джиг-головка Для того, чтобы если будет происходить атака в голову приманки Сработала именно она Либо если будет происходить атака При помощи металлического поводка Заводить сквозь тело И в задней части будет выходить петелька с тройничком В принципе такая довольно-таки интересная оснастка Можно использовать довольно стандартные стингера Можно использовать одну джиг-головку Но более длинную Которая будет доходить фактически до конца приманки Итак, вот так вот упакована данная приманка Есть закрывашка И тут на пластиковой подложке лежит данный твистер И он очень и очень большой Биг бейты, которые в последнее время очень модны Особенно у спортсменов Ну и в принципе большинство любителей Тоже нет-нет, да Пытаются прикоснуться к данному виду ловли Ловли трофейной рыбы Ну и в принципе я не исключение Поэтому вот такая вот приманища Вот такой вот огромный хвост Который будет создавать мощную широкоамплитудную игру Привлекая тем самым хищникам Основная проводка для данной приманки Это придонная равномерка В тех местах, где по вашему мнению Или по мнению эхолота будет ожидать в засаде крупная рыба Там и понадобятся подобные приманки Естественно, что в прилове могут быть и щучки, и судачки небольшого размера Которые будут отгонять данный объект со своей территории Но все же ставя такую приманку Рыболов рассчитывает на ловлю трофея Итак, сам хвост в принципе такой довольно-таки объемный И по концу хвоста идет вот такая вот дополнительная ленточка Для того, чтобы он создавал еще более мощную игру Что-то типа пятки у выбор хвоста Здесь какой-то интересный элемент с пяточкой на твистере Но я с таким еще не сталкивался Поэтому будем проверять Посмотрим, что да как Сверху имеется также углубление для овсетного крючка Но силикон, из которого сделана данная приманка Он несъедобный Он такой довольно-таки плотный, вязкий Для того, чтобы выдерживать атаки больших хищников И для этого он и такой довольно-таки плохо проходить будет Овсетник, не знаю Либо если проделать дополнительное отверстие, например, с шилом Тогда может быть дать, чтобы легко выходил он Но все же та схема, которую нам показал производитель На своей схематической картинке Наверное, более будет лучше Это стингер Это либо джек-головочка Напоминает, в принципе, небольшую такую рыбешку Наверное, какую-нибудь селедку Так как при проводке будет выглядеть вот так Вот 17,5 см силикона Есть нарисованный глаз Небольшая жаберная крышка И нарисован боковой плавничок На сайте представлены 9 расцветок Есть с зелеными яркими хвостами, с белыми И все они заканчиваются красным окончанием Кроме данной расцветки В принципе, данная расцветка на том же F-магазине Выглядела немножко другая Выглядела как будто бы у нее белый хвост И небольшая вот такая вот яркая Яркий конец получается самого твисторного хвостика Но по итогу немного пришло все по-другому И там смотрелась спинка как черная Ну то есть с картинкой на F-магазине Есть небольшие такие расхождения И давайте все же определимся с весом Весы у меня не такие специализированные Приманка весит ровно 60 грамм То есть вес на сайте указан ошибочно Если представители данного магазина будут смотреть данный обзор То, наверное, стоит все же его изменить Действительно 60 грамм Для использования данной силикониной Понадобится довольно-таки солидный спиннинг Я думаю с тестом от 80 до 100 грамм Так как помимо своего веса Она будет задавать еще дополнительное сопротивление Плюс же вам надо ее как-то огрузить И она станет весить еще больше Даже если использовать хотя бы 10-граммовую джиг-головку Поэтому нужны солидные снасти Это мощный спиннинг Мощная катушка для того, чтобы использовать данную приманку Ну а в принципе По качеству Довольно-таки качественно покрашена Здесь в данной расцветке имеется Такая вот чешуя И она детализирована довольно-таки прокрашена Выразительный такой глаз В принципе есть еще много интересных расцветок Моя может быть не такая самая интересная Например PG-37 очень интересный цвет Но у меня есть в таком цвете виброхвост Поэтому я не стал брать одинаковые расцветки Но еще раз повторюсь То, что нарисовано на картинках Не обязательно будет 100% соответствовать тому, что вы получите Как получилось с данным цветом PG-42 Ну а в общем Очень интересная приманка Для ловли трофейной рыбы Поэтому если кому интересно Обратите свое внимание Плюс хочу сказать, что по сравнению с большинством Большинством производителей С тем же Strike Pro Или какими-то Шварцзонкерами Подобные силиконовые приманки от фирмы Lucky Jones Стоят в разы, раза в два, в три дешевле А в принципе по качеству никак им не уступают Поэтому это можно сказать Дешевые такие бигбейты Отличного качества Ну а на этом мой обзор подошел к концу Всем спасибо за внимание Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok